Брахман, которому всё это снится, включая и падающий в небытие астральный звездолёт, играющий в угол богов, который на этой карте видишь пиксель. Заряжать, ну, актёра просто, как бы, в силу своей, ну, какой-то метафизической мощи, да? Наши пскалы хана. Мои страхи тараканы. Это хорошо слышно. Колени, ступни. Просто он переходит. Стакада! Легата, да. Ты предлагаешь мне вывернуть наизнанку саму реальность? Вот улитка, которая едет на волну по голограмме, которая распадается на тысячу частиц, которая... Ну, это я так. Да, 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 я тоже так подумаю, но больше с силой, больше с такой экзальтацией, знаю. А, ага. Прямо сидишь, и как будто через тебя идёт этот трип. Из этого сна ты можешь проснуться лишь в другой сон. Так проснись же. Ты кто? Это типическая ситуация, чтобы не подключиться к ней, то есть не то, чтобы не подключиться, не понять её сложно, а вот... Как бы как подключиться к истории в век, когда люди не ходят в церковь, например, или в век, когда люди обособлены насильно друг от друга, да? Да, в таком мистериальном ключе это сложно. И вот теперь я действительно чувствую, что мистерии начали возвращаться в этот мир. Работая над сценарием мистерии, я чувствовал непрекращающийся духовный восторг от того, как различные течения гнотиса, мистицизма, медитативных практик, психологии и искусств сливаются в один мощный поток, словно бы личности людей соединяются в одну большую личность, в улей. Предчувствие мощнейшего эволюционного рывка, предчувствие грандиозных событий. Часто я смотрел на блики в реке, солнечные или лунные. Я размышлял о том, что река напоминает мне силу любви, текущую сквозь нас, одухотворяющую нас и придающую смысл нашим жизням. Точно так же искусство, подобно поверхности воды, способно отражать блики чего-то трансцендентного и передавать их в мир. Искусство – средство создать портал. Именно этим и являются мистерии. Да, да, то есть это как бы конкретное философское слово. И вот здесь очень много вот такой антологичной темы, что вот очень много вот даже в этой сцене, это мы обустраиваем антологию вот некого мира. Да, да, я так же считаю. Это как бы вот погружение. Внутри этого мира он уже формирует какой-то союз с этим аноном. Улиточка входит и начинает как-то влиять на этот союз. Нашего психического дома, которому только предстоит еще быть. Я желаю вам оторваться по полной.